Всем привет! В этом видео я поделюсь заданием на тему теоремы Пифагора. Во время просмотра можно улучшить свое понимание квадратных корней площади треугольника и насладиться красивой закономерностью в задаче. Поехали к просмотру. У какого треугольника будет площадь единичка? Сразу же площадь треугольника A это будет 1 умножить на 1 поделить на 2. Правильно, потому что A можно вот так вот нарисовать. Когда мы умножаем 1 на 1, мы ищем площадь квадрата вот этого и потом делим на 2, потому что в квадрате два одинаковых треугольника, поэтому это половинка. И это не ответ. Дальше для того чтобы найти площадь B, нам нужно найти вот эту сторону. Как мы ее найдем? У нас же есть для этого теорема Пифагора. 1 в квадрате плюс 1 в квадрате равно, и пусть это будет вот наш x, это будет x в квадрате. Получается 1 в квадрате это 1. Правильно, это 1 умножить на 1. 1 плюс 1 равно x квадрата, значит x квадрат будет 2. Ну или можно записать x, это будет какое-то число, которое в квадрате дает 2. Это корень из 2. И вот примерно, если подумать, какое число даст 2, если в квадрат его возведем, вот сколько будет... 1 в квадрате это 1. 1 и 1 в квадрате это будет 1,21. Мало. 1 и 2 в квадрате будет 1,44. Мало. 1 и 3 в квадрате будет 1,69. Мало. 1 и 4 в квадрате будет 1,96. О, примерно. Ну и получается это приблизительно будет 1,4,1 и так далее. То есть мы пока нашли, какая сторона должна быть вот здесь, для того, чтобы треугольник был прямоугольным. То есть мы напишем тут корень из 2. Это какое-то число, которое в квадрате даст 2. Запомним это теперь. Будем считать площадь треугольника B. Как мы это делаем? Я этот отодвину в сторону. Это все было для A. Для треугольника A. Теперь S треугольника B. Я напишу точнее. Будет. Это будет 1 умножить на корень из 2 делить на 2. Ну явно это не будет. Это будет корень из 2 делить на 2. Если мы вспомним, это примерно 1,41 делить на 2. То есть это что-то около 0,7. Но это никак не единица. Мы же ищем 1. То есть для того, чтобы получить площадь 1, нам нужно, чтобы одна сторона была 1. Мы видим везде единички. А вторая сторона должна быть 2 каким-то образом. И тогда у нас получится. Ну пусть я сейчас стираю. То есть B тоже не ответ. Там будет... Если тут 0,5, то тут уже 0,7 примерно. То есть чуть больше стало, но до сих пор не 1. Идем дальше. Нам нужно найти вот эту вот сторону. Я обозначу ее x. Теперь в этом треугольнике, так как он прямоугольный, в нем есть 90 градусов угол. Мы можем найти, чему равняется этот x через теориум Пифагора. То есть снова же записываю. 1 в квадрате плюс корень из 2 в квадрате равно x в квадрате. Ну сейчас же интересно, вот это вот число корень из 2 в квадрате, чему оно равняется? Не знаю. Корень из 2 в квадрате. 2. Молодчина, да. Это именно 2. То есть x в квадрате равно 2. И мы сказали, этот x это будет просто число, которое в квадрате даст 2. И корень из 2 это его обозначение. Иногда у нас получается легко находить корень. То есть корень из 4 мы знаем, какое число в квадрате даст 4. 2. Мы можем это написать. А если я пишу какой-то корень из 3, мы уже с трудом его найдем. Для этого надо интересный алгоритм. Поняли, да, смысл вот этого крючка, корня? Да. Хорошо. То есть получается, здесь я напишу 1 в квадрате. Но сейчас мы еще несколько раз это повторим, будет чуть проще. 1 в квадрате плюс корень из 2 в квадрате это 2. Даже 1 в квадрате я 1 напишу. Равно x в квадрате. То есть получается x в квадрате это будет 3. А значит x чему равняется? Снова сложно найти число, которое в квадрате даст 3. Я напишу, это будет корень из 3. Мы так его обозначим. Это какое-то число, которое в квадрате дает 3. Теперь я записываю, сколько будет, допустим, там 1 и 5 в квадрате. Это 2,25. 1,6 в квадрате это будет 2,56. 1,7 в квадрате будет 2,89. О, мы уже почти приблизились. 1,8 в квадрате будет 3,24. Уже перебор. То есть это число между 1,7 и 1,8. Правильно? Я напишу тут примерно там 1, ну пусть 1,73, я думаю. Не помню. Скорее всего 1,73. И там дальше. Продолжается. Понимаете, что я делаю? Я просто хочу примерно угадать, чему он уравняется. Это не точно. 1,73 это не точно, но это дает нам хотя бы интуицию. И смотрите, если эта сторона 1,73, она же не 2. Она не равняется 2. А значит у си будет в шетах не единица. То есть си тоже можно зачеркнуть на этом этапе. Я напишу здесь вместо x корень из 3. Это удобнее, чем писать 1,71. Хорошо. Теперь, зная вот эту сторону, единичку и тройку, в треугольнике си можно найти гипотенузу. Правильно? Что мы применяем для того, чтобы это найти? Теремы Пифагора. То есть у нас есть 1 в квадрате плюс корень из 3 в квадрате. Это не ца, или катет в квадрате плюс 2 катет в квадрате. Будет гипотенуза в квадрате. Правильно? Вот этот x в квадрате. И x я скажу какой-то. Это вот этот пока. Это x. Это будет 1 плюс... А тут сколько выйдет? Сколько будет корень из 3 в квадрате? 3. 3? Отлично. 3. Равно x в квадрате. То есть x в квадрате это 4. А значит x равно... 2. 2. На самом деле есть 2 решения. То есть есть плюс-минус 2. Мы просто минусы не пишем из-за того, что стороны отрицательными не могут быть. x это же сторона. То есть минус 2 это тоже решение. Минус 2 в квадрате было бы тоже 4. Но у нас минус 2 не интересует. Понимаете? Угу. Если же x будет 2. Вот эта двойка будет. То чему равняется площадь треугольника D? 1. 1. Это как раз то, что они просили. То есть это ответ. Но я хочу еще помимо ответа показать интересный момент. Вот эта двойка, как она получилась? На самом деле двойка это корень из 4. И потом мы сказали x равно 2. Правильно? То есть число, которое в квадрате 24. То есть получается вместо двойки тут можно было записать корень из 4. А давайте сейчас попробуем не считая. Узнать вот чему равняется вот эта вот сторона. Корень из 5. Мне очень нравится с вами работать. Это круто. Это круто. Да, действительно. Это будет корень из 5. Если бы мы этот веер продолжали рисовать, то в какой-то момент можно было бы... Вот у какого треугольника по счету будет площадь 1.5? А ну попробуем сейчас подумать. У какого треугольника по счету? Пусть это будет... Давайте я их пронумеруем. Это будет... Вот первый. Это второй. Это третий. Это четвертый. Это пятый. У какого треугольника по счету будет площадь 1.5? 1,5. Неа, вы должны представить, что мы этот веер дальше рисуем. Ааа. И там будет шестой, седьмой. Пятый самый большой, но у него площадь не будет полтора. У пятого площадь будет корень из пяти умножить на один делить на два. А это где-то одно целое, а там одна десятая. Для того, чтобы в счетах был Эхадвахевич. Да, 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 это девятый. Потому что корень из девяти это будет три. Три умножить на один. Это будет площадь прямоугольника, правильно? У которого половина счетаха или половина площади это будет полтора. Отлично, девятый был. И этот веер мог бы друг на друга вообще накладываться бесконечно. Улитка бы появлялась. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok